Максим Галкин во время концерта предложил поставить Владимиру Путину памятник в Москве метров 300 в высоту. Шоумен гаструлирует по Израилю, куда уехал из России. Во время выступления юморист смело шутит о высшем руководстве Российской Федерации. В этот раз досталось самому президенту. Артист предложил увековечить Путина оригинальным способом и считает, что памятник должен ему соответствовать. Это такой памятник в Москве. Понимаете, такой памятник метров 300. Ну, чтобы церетели отлил в бронзе, он давно не отливал. Чтобы подводная лодка в натуральную величину. На ней батискарфе истребитель, на истребителе Лада Калина, на ладе Калини стоит Путин в кимоно, в хоккейном шлепе, в одной руке амфора, в другой журавли. Сзади у него чуть ниже спины, рукой у Шевчука написано Родина. Все это держит члены правительства, простые крестьяне, рабочие и на все мнения золотая надпись. Нравится, не нравится, терпи меня, красавица. Ну и мы сейчас поговорим о Путине с нашим следующим гостем. Леонид Невзлин с нами на связи, предприниматель, общественный деятель. Леонид Борисович, здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Итак, хотелось бы обсудить сегодняшнюю речь Путина на Петербургском экономическом форуме. Цитировать страницами и показывать не будем, но все-таки основные тезисы. Итак, доверие к мировым валютам подорвано ради амбиции устаревших геополитических иллюзий. На Западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений. Не будет все как прежде. Санкции против России безумны и бездумны. Их цель – смять экономику России. Что скажете, как вам путинский спич? Ну, там было много разных первов. Я внимательно вижу по известному пропагандисту Соловьева, который каждый тезис Путина дает с определенной победной реляцией. И из этого видно, какой бред несет Путин. И насколько упал уровень пропагандистов. Они сначала понизили уровень публики, на которой они работают. И вместе с уровнем публики они понизили свой уровень еще больше. Эти люди, конечно, без сомнения, типа Соловьева, Захаровой. Люди талантливые. Но поскольку они мыслят в определенной системе координат, по все время ухудшающейся ситуации и смыслом, то они превратились в хороших для меня комментаторов. Я люблю читать их. Так вот, сам по себе форум – это такое, знаете... Ну, во-первых, это бандитская сходка. И по составу участников – мафиозная сходка. И по составу участников этого форума. И по прозвучавшим там всевозможным словам. Каев там заявил о том, что глобальный мир переходит в новую форму, региональный, вот, Путин сказал что-то типа цивилизационный выбор о ситуации на Украине. Вот такими прямо словами. Вот. Значит, идет изоляция. Она почему-то соответствует старому докладу умершего уже Юрьева, Зиноя Юрьева, который называется «Крепость России». Его, наверное, многие читали. Вот я его сейчас перечитал. Все, что происходило на форуме, оно как бы как раз иллюстрировало вот этот изоляционизм. На самом деле, как бы, это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. И состав участников, и то, о чем говорили. Вот все, буквально все, за небольшим исключением, говорили о преимуществах изоляции и, как бы, преимуществах России в этой изоляции. Например, Путин заявил, что импортозамещение – это вещь устаревшая. Мы должны, он сказал, мы должны не импортозамещать, а как бы работать на другом, намного более высоком технологическом уровне. Вот. В этом смысле, мне, честно говоря, здесь нечего особо комментировать, потому что гости из Талибана, ДНР, они просто ближе… Они заполнили международную квоту, да, на этом форуме. Один из тех. Вот. Ну и кто-то из ОДКБ, да, чем европейцы, американцы. Рожи бандитские, юмор бандитский, публика бандитская. Вот. Ну, в общем, честно говоря, мне больше ничего сказать, потому что все, что сказал Путин, это бессмыслица. И она частью напоминает сталинские первые, а частью брежневские. Когда всех призывали делать то-то и то-то, то-то и то-то. Да, я, кстати, хочу напомнить, что это не первый раз, когда Путин рассказывает о смягчении, там, о поощрении бизнеса, снижении налогов, смягчении уголовного законодательства в отношении бизнеса, о снятии проверок с бизнеса и все такое. Обычно эти все выступления заканчивались ужесточением именно действий правоохранительной системы в отношении бизнеса в том числе. Прекрасно сажают бизнесменов, когда им надо посадить. А когда им надо посадить? Когда им надо забрать чей-то бизнес, эти все люди сидят и будут сидеть, пока Путин находится у власти. Вот. И на всех уровнях, от верхнего до муниципального, промежутки регионального, идет передел собственности или заканчивается передел собственности в пользу путинской бюрократии, которую я считаю мафиозной группировкой, вертикально интегрированной, наверху которой стоит главный мафиози. В общем, вот все, что я думаю об этом псевдофоруме. Леонид Борисович, но все-таки на фоне выступления Путина, накануне выступления главы Центробанка и министра финансов, все-таки они как-то между сроками признавали, что как-то вот будет нехорошо дальше, все пропало. Так как было, не будет. Ну да, я поэтому сделал некие исключения. Это касалось в первую очередь Набиулина и во вторую очередь Силуанова, которые, несмотря на всю риторику, а у Силуанова она вообще какая-то стала удивительно изоляционисткой, но тем не менее они понимают на самом деле, что отключение от международных рынков и изоляция России приведут к тяжелым и уже приводит к очень тяжелым последствиям. Ну и на всем этом Россию презентовали как страну неограниченных возможностей. Именно с таким лозунгом обращались организации форума. И в тот же день, кстати, мировой гигант Кока-Кола заявила, что уходит из России. А розничные сети предложили ввести продуктовые карточки. Тоже так себе мера. Вот, кстати... Все зависит, понимаете, от того, с какого уровня мерить. Потому что все, что с нуля, это рост огромный. Все, что с минуса, это просто неограниченные возможности. Поэтому чем больше они падают, чем действительно у них больше возможностей. Ибо каждый небольшой потенциально рост будет восприниматься как огромный рост. Но это не более, чем хорошая мина при плохой игре. Российская экономика заканчивается по многим причинам. Вот, и я думаю, что до конца года там будет очень большой кризис, очень большое количество людей за чертой бедности, голод и так далее и тому подобное. Ну, тот же Росстат уже признает, что порядка, если не ошибаюсь, 20 миллионов россиян сейчас находятся за чертой бедности. Или 20... сейчас 14,5 миллионов, по-моему, миллионов. Но это не так важно. Да. Если смело умножить на 2 Росстат, то будет, наверное, близко к реальности цифра. И что? Я думаю, что 30... И что? А что будет с людьми? Стоит ли ожидать какого-то сопротивления, общественного бунта? Это... не знаю. Или перейдут на подножный кор и будут есть гречку и все. Это солнце. Извините. Да, да, пожалуйста. Нет, ну что будет с людьми? Люди, в принципе, в России привыкли жить бедно. И очень бедно. И, наверное, какой-то период еще, так сказать, они потерпят. Но если они переживут зиму, то, что они будут делать весной до лета, я себе не представляю. Там не будет, извините, ни собирательства, ни закончатся запасы в погребах и на складах. То есть я не знаю, на что они перейдут. Понимаете, все удерживается на самом деле на том, что большая концентрация капитала всегда, при любом состоянии Российской Федерации, она в Москве и частично в Санкт-Петербурге. И ровно там решаются все политические вопросы. А на это запас у Путина еще достаточно большой, потому что ровно то же самое было при Сталине, ровно то же самое было при Хрущеве, Брежневе, Горбачеве и так далее. И только при Ельцине после Гайдаровской реформы появилась какая-то возможность более-менее равномерного получения доступа к благам. Я имею в виду и продовольствие, и средства необходимости, медикаменты и всякое такое. Сейчас просто ничего этого не будет в регионах, будет ужасно. Вот такие сельпо, как вы показываете. Это все уже было не один раз, даже в моей жизни. Я все-таки родился при Хрущеве, а уехал при Путине. Поэтому они будут держать, что называется, садовое кольцо под полным контролем и в более-менее хорошем состоянии, достаточном состоянии, чтобы люди чувствовали себя живущими практически в Европе. Поэтому они будут контролировать Москву, а Россия страна большая. И пока от регионов докатится, это занимает некоторое время, иногда очень большое время. Но поскольку им на людей наплевать, то они ничего не могут сделать с этим. То вот так оно будет, а когда это все взорвется, я не могу прогнозировать, но я согласен с теми, кто говорит, что в этот раз, что называется, развал России, бунт в России, смена власти и так далее, вполне могут пойти из регионов. Но это займет время. Леонид Борисович, еще одну тему хочется с вами обсудить. Вот грандиозный скандал сейчас в США. Министерство торговли расследует, как в российской военной технике оказались подсанкционные чипы американского производства. Мы понимаем, что чипы, возможно, не самых новых модификаций, но есть подозрение, что некоторые из них могли поставляться даже в 17-20-х годах. Россия действительно могла найти лазейку, чтобы получать подсанкционную электронику? Или каким образом оказалась эта электроника в их руках? Понимаете, если бы они не могли получать эту электронику, то мы бы давно уже увидели, что закончилось вещание федеральных каналов, потому что электронику федеральных каналов и обслуживания нечем заменить, и не кем заменить, кроме серьезных западных компаний. С моей точки зрения, со стороны России... А эта техника тоже под санкциями? Да, конечно. Она сначала не была под санкциями, потом была под санкциями. И эти компании перестали поставлять. Но Россия, о чем я хочу сказать, она открыла новую возможность со своими прекрасными партнерами и бизнесменами это наладить взаимодействие с Казахстаном, с Такаевым. И несколько российских бизнесменов, которые сейчас тоже уже под санкциями, кто-то еще нет, но скоро будут, и их компании, они, так сказать, управляли этим процессом следующим образом. Такаевские бизнесмены или государства заказывали себе соответствующую электронику по двум направлениям. Еще раз, это средства массовой информации, это главное оружие Путина. И второе, это то, что нужно для военной техники. И как бы в том числе старое. И они поступали в Россию и немножко продлевали жизнь. Чем глуше будут закрыты эти ворота, чем больше будет санкций в Америке и в Европе на эти компании, чтобы они не могли поставлять даже старое, тем эта дырочка, которая бандитская, закроется. И, в общем, достаточно быстро будет совсем плохо. И все идет к этому, да. Потому что, вот я вам говорил, что это уже произошло, но потом появились другие компании. Вот и так далее. Сейчас ФБР с другой стороны, не с российской, а с американской, тоже выйдет на похожего рода мысли. Я, естественно, не все знаю. Я знаю только вот про то, что я вам сказал, через Казахстан. Наверное, существуют еще и другие способы. И вот что будет? Ну, а что будет? Ну, как бы не будет электроники на вооружении. Не будет работать нормально российское телевидение всякое. То есть будет, как бы, наверное, какая-то картинка на старом оборудовании. Но она будет напоминать непривычные советские картинки. Полетят многие компьютеры, серверы, способы доступа, доставки информации, в том числе и по кабельным сетям. В общем, будет информационный голод, который очень нужен для того, чтобы снизить влияние пропаганды из центра на всю Россию. Леонид Борисович, вы сказали о том, что вы родились при Хрущеве, а уехали при Путине. Вот российские власти оказывали давление на главного раввина Москвы Пинхаса Гольшмидта, и чтобы он поддержал вторжение в Украину. Но ему тоже пришлось покинуть Россию. Сейчас он в Израиле. Об этом вы писали в своем фейсбуке. Пожалуйста, расскажите детальнее о компромиссе, на который не смог пойти этот человек с совестью. Вы знаете, у меня есть вопросы к совести этого человека, которого я очень знаю давно, очень уважал за его образованность, знание истории, знание еврейских книг, Торы, Талмуда и так далее. Он хороший учитель и хороший раввин, и я с ним много работал, когда был президентом Российского еврейского конгресса. Но потом этот человек, естественно, адаптировался под путинизм и все больше и больше создавал компромиссов, скажем так. Он, конечно, никогда не поддерживал, в отличие от некоторых других раввинов, действия режима. Он, конечно, не был таким вхожим, как некоторые другие раввины других конфессий, как бы не ортодоксы, как Пинхас. Но у меня есть вот какой критерий. Он касается всех, особенно тех, которые на экране. Там вот Юрий Кандер нынешний, президент Российского еврейского конгресса, который тоже уехал, и вот Пинхас Гольшмин. Эти люди не сделали заявление, которого от них ждут все нормальные люди и ждут украинцы. Это то, что это война преступная, что Путин военный преступник, и что Украина должна победить и восстановить себя в суверенных границах до 2014 года. И пока они это не сделали, они не закрыли эту форточку. Поэтому говорить о совести этих людей пока преждевременно. Леонид Борисович, мы благодарим вас за то, что вы нашли время для проекта Freedom. Напомню нашим зрителям, с нами был предприниматель, общественный деятель Леонид Невзлин в прямом эфире.